Хэээй Привет мои адекватные и абсолютно разумные подписчики С вами ваш друг Мудак ёбаный Вы не поверите, но мы продолжаем изучать такую замечательную игру как Arx Fatalis Вообще изначально я думал, что данное видео будет последним, но как оказалось я ошибался И после данного видеоролика вас ожидает как минимум еще один видосик Это просто Так уж вышло, что еще слишком много всего вам надо показать и рассказать Да что уж там, сама игра все еще насыщена разнообразными событиями, которые я просто обязан вам дать лицезреть. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что уничтожили метеорит Колтк, и теперь нам надо сходить к нашим дебилам и сказать, что мы кончили, и можем возвращаться на Нодден. Наконец-то еду я на родину, родину, о боже, как ты стала хороша, хороша. Стоит нам только выйти за пределы храма Агба, как к нам сразу обращается наш старый знакомый. Хорошо же, Страж, я вижу, ты отказываешься от моего щедрого предложения. Может, в нашу следующую встречу ты об этом горько пожалеешь. У меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру, которые сделали меня кошмаром для таких ублюдков, как ты. Прежде чем идти к королю, я решил зайти в таверну и побеседовать с одним типом, которого мы подозреваем в убийстве бабищей из Крипты. Находим Энаила Калпаля на том же месте, что в первый раз и подсаживаемся к нему. Энаил, я хочу побеседовать с тобой об убийстве женщины. А я тут при чем? Мне нечего тебе сказать, так что отвяжись. Слушай, одноглазый, я спрашиваю только один раз. Отстань! Ты... ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Пиво! Хочу еще пиво! Тизи! Этот полупокер отказывается нам что-либо говорить, но старый добрый бокал... Пиво Невское. ...развязал язык не одному человеку. На, хрючь свой пивас на здоровье. Одноглазый гребешок подбухивает и уходит, роняя из жопы ключик, который отпирает его хату в королевстве людей. Забираем ключ и пока что забываем про данный квест. Кстати, хотите топовый ржекич? В книге колдунства есть заклинание призыва демона, но, чтобы его правильно юзануть, надо быть убермагом. Однако, даже будучи полным дебилом воином, вы можете попробовать наколдовать этот спелл. Правда, результат будет немного предсказуем. Зато можно замутить топовый мемас категории Г для детей. Я иду в королевство людей через пещеру на заставе. Однако, стоит мне только перейти на локацию, как сразу звучит тревожная музыка на фоне. Чапаем чуть дальше и обнаруживаем стражника, который косплеит Кокерина из мультика Жожа. Короче, на данный момент весь город находится в плену у илсидов. И да, мы уже видели одного из их представителей около входа в храм Акба. По идее, мы сейчас должны втихаря пробраться в замок, в темницу к королю, но такое под силу лишь прокачанному вору. А я не вор, я воин. Не ешьте меня! Поэтому мне, хочешь не хочешь, надо драться с илсидами. И тут вы спросите, ну и в чем проблема, иди и бей их. А проблема в том, что эти илсиды мощные, что бухой ВДВшник 2 августа. И конец, драк с ними еще более предсказуем. Пустыня поглотила вас. Так вам и надо. Поэтому я решаю пока что покинуть королевство людей и сходить немного подкачаться. Мне надо набрать как можно больше экспы, дабы хватило на еще один уровень. Так я буду хотя бы немного сильнее, и битва с илсидами пройдет легче. Для этого мне надо повыполнять разные квесты и по возможности поубивать всяких рожденных существ. Например, вот эту свинью. Правда на свиньях много экспы не заработаешь, я решаю поискать квестики. В первую очередь я иду в таверну, и рядом с местом, где сидел Одноглазый, нахожу надпись на стене. В записке на стене написано, что если мы хотим начать охоту за сокровищами, нам надо найти изумруд и открыть сундук. И тут появляются весьма логичные и обоснованные вопросы. Какой еще сундук? Где его, сука, искать? Какой еще ебать его в сраку изумруд? Какой мудак писал головоломки к этой... Я нашел сундук на ярусе с подземным озером. Раньше тут, видимо, была лаборатория, но сейчас она заброшена. Прямо как старый добрый биончик. В ней находятся два сундука, и на одном из них мы должны использовать изумруд, дабы он открылся. В сундуке находим первую подсказку, в которой говорится, что следующая записка будет под камнями в шахте троллей. Прежде чем идти искать дальше, я решил навестить Алию и отдать ей Крагос и Загарк. Сначала отдаем ей одно кольцо, и после этого видим вот эту катсцену. Подожди немного здесь. Куда же ты уходишь, Амшигар? Разве ты не счастлив со мной? Я знаю, как важна твоя миссия, но я не сделаю так, что ты никогда не покинешь меня. Куда же ты уходишь, Амшигар? Разве ты не счастлив со мной? Я знаю, как важна твоя миссия, но иди, Амшигар, и береги себя. Я знаю, вы нихуя не поняли. Я тоже не понял, и на форумах не поняли, никто нихуя не понял. У меня есть предположение, что это недоработка игры, ведь эти две катсцены проигрываются друг за другом, и как бы это не имеет никакого смысла. Возможно, тут должен быть какой-то отдельный квест, но разрабы его не доделали или неправильно вырезали. Хотя все равно непонятно, ведь я играю в официально пропатченную версию, и если спустя столько времени разрабы не удалили это, то значит они так задумывали изначально. И что вы нам этим пытались сказать? После того, как мы отдаем бабище второе кольцо, она нас благодарит и возвращает нам щит древних, который нам так и не понадобится. Возвращаемся в королевство троллей и гоблинов. Тут мы должны найти вторую подсказку меж каких-то камней, но я вам гарантирую, что вы ее ни за что не нашли бы. Выходили бы туда-сюда по пещерам, но никогда не поняли бы, где она. Дело в том, что данная записка находится вот тут, среди этих камушков, но вы ее просто так не получите. Ибо вам надо внезапно, впервые за всю игру использовать лопату. Немного вскопнув землю, мы находим вторую подсказку. В ней говорится, что следующую зацепку мы обнаружим под темницей гоблинов. То бишь в том месте, куда мы спрыгнули в начале игры. Возвращаемся туда и находим ненадежную стену, на которую можно использовать кирку. Ебашим и обнаруживаем тайную комнату. Находим на полу табличку, на которой написано, что следующая подсказка будет на два яруса ниже. От того яруса, где мы нашли вторую подсказку. То есть... Это... получается... Ярус, где живут змеи и бабы. Я само собой туда двину, но сначала мне надо бы наведаться к кланам воды и земли. Я, конечно, пытался идти по пацифисту и даже создал специальный опрос, чтобы решить убивать их или нет, но... Икспа есть икспа. Твоя убила клан воды. Они мертвы. Все мертвы. Твоя человек, но... хороший. Вот твоя золотое сокровище. К сожалению, те сокровища, которые обещали нам два клана, являются обычными безделушками и получается, что гоблины меня банально наебали. Ну ты лошара пушкинская, вообще. Я спускаюсь на ярус с логовом змеи баб и, перекопав всю сраную карту, нахожу заветную бумажку. В ней написано, что следующая подсказка будет на лавовом острове. Ооо, нет, 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 нет. У меня немного засорился инвентарь и дабы не выкидывать вещи просто так, я решил продать все тем братьям-торговцам. Но когда я подошел к их лавке, я стал свидетелем того, что на них напали мерзкие гоблины-рикетиры? Мало того, что гоблинов убили местных сидоровичей, так они еще и спиздили сундуки с товаром. Ах вы маленькие пидорасы. Побродя по пещерам, я наткнулся на еще парочку гоблинов, эти самые сундуки, которые они скоммуниздили. Конечно, теперь я не могу продавать все барахло, которое я найду, но все это слегка и компенсируется тем, что эти ништяки стали моими. Хотя торговцев все равно по-человечески жалко. Ладно, ребята, пришло время поговорить на чистоту. Сейчас нам необходимо полностью пройти последние два яруса. На самом последнем находится следующая записка и возможность получить оружие, с помощью которого я смогу бить лсидов словно палкой по жопе. Но главная проблема в том, что два последних яруса максимально неприятны для прохождения, по крайней мере для меня. А также они врезались в мою мозгу, потому что я пытался проходить их в далеком детстве ночью с субботы на воскресенье. И именно та ночь, это именно та ночь, когда я дропнул игру и больше никогда в нее толком не играл. С яруса сестер Эдерней спускаемся на ярус ниже. Данная локация называется Грибной лес, и это просто самое настоящее бутово королевство Аркс. Дело в том, что тут живут красолюды. Да-да, именно те, что напали на нас и убили фала на армии Планакса. Эта локация просто до боли в зубах неприятна. На нас с группками нападают красопидры, и в драках они падлы, что пиздец. Они вечно телепортируются в сраное ничего, воруют наши деньги. Блять. Однако и это еще не все. Я бы не отказался драться с красолюдами в более приятных локациях, но Грибной лес сам по себе является отталкивающим местом из-за дизайна и местного саундтрека, который просто банально отсутствует. Все, что мы слышим, это просто ебаный свист ветра. И это работает в разы эффективнее, чем просто ебаный жуткий эмбиент на заднем плане. Потому что так ощущается, что ты находишься в богом забытом месте, куда ни один нормальный человек не сунется. Прям как отношение с тобой? Да хорош, дизморалить уже! Однако и это еще не все. В какой-то момент мы внезапно переходим в другую часть локации, и судя по смене звукового сопровождения нас ожидает нечто куда хуже. И мы не ошиблись. Стены тут покрыты зеленой жижей, и судя по всему тут... Знаете, а ведь очень жаль, что я никак не могу передать те эмоции, что я испытал, играя в это, будучи пиздюком. Я могу лишь вам сказать, что в тот момент моя жопа была подобна лифту из фильма «Сияние». Тем не менее, я убиваю червепидора, куда уж деваться. И вроде бы живи да радуйся, но мне еще надо убить пару кроссолюдов и огромных пауков. Господи, вы только посмотрите на него, какой же ты мерзкий кусок говна. Жиробас, ебаный. На себя бы хоть иногда посматривал в зеркало, бессердечный хресос. Кстати, за время бега по данной локации я убил много мерзких тварей и заработал немало драгоценной экспы. Так что теперь нам надо спуститься на последний... Эт... Блять... Ладно, не будем тормозить, либо сейчас, либо никогда. Последний ярус является королевством гномов. Это можно понять по вот этой табличке. Также тут запрещена магия, но она нам, в принципе, не понадобится. Пока что не будем туда идти, а свернем немного за угол, где магию использовать еще можно. Тут мы находим портал и маленький островок, на котором находится последняя подсказка. К сокровищам мы еще вернемся, ну а пока что активируем портал и двигаем коротышком. В королевстве гномов мы можем сделать для нас мощный меч, и в этом нам помогут гномы, или точнее, то, что от них осталось. Судя по всему, тут произошло что-то плохое. Может быть, гномы перебили себя или их убили крысолюды? Или на ночи аниме вместо православного Бокуну Пику показали атаку титанов? По крайней мере, именно эти мысли и пронеслись в моей голове, хотя на деле ситуация обстоит куда хуже. Я смотрел эту кухню и картина весьма ужасающая. Везде кровь, следы борьбы. О боже, что это? Маленькая гномья ножка? А теперь представьте себе. Ночь с субботы на воскресенье. Вы маленький мальчик, который втайне от родителей сидит ночью и играет за пекой. Дабы никто вас не слышал, вы с колонок переключили звук на наушники. Игра пугает вас просто до усрачки, и вы уверены, что дальше уж хуже не будет. Это был переломный момент в моих отношениях с данной игрой. Эта черная хуеборина крайне сильна, и если она приблизится к вам достаточно близко, то мы получим лютый критический удар в жопу. В этой локации нам необходимо найти способ, как убить эту тварь, ибо обычным мечом она не берется. И так случилось, что в топ прохождение я случайно зафейлил игру, и у меня не было возможности проходить ее дальше. И я, по сути, проебал возможность загрузиться. Мы на некоторое время скрываемся от этой твари и перепрыгиваем на другую сторону. Тут мы находим труп гнома. С него забираем ключ, гномье мясо, хотя хер знает, зачем оно нам может понадобиться. Берем какой-то камень силы и книжку с инструкцией эксплуатации кузницы. Только собираемся ливать, как вдруг... Под моим видео я видел достаточно комментариев людей, которые тоже застопорились на этом моменте. Поэтому, чтобы не повторять моих ошибок, следите и запоминайте. Тут нам надо действовать максимально быстро. Забегаете вот в это помещение, но не спешите бежать на лестницу. Сначала вам надо засунуть в эту ебанину камень силы и лишь затем подниматься наверх. Теперь берите мясо гнома и кидайте прямо под пресс, а затем давите, гада! Был Леха, стал Лепеха. На некоторое время мы контузили этого гандона. Да-да, на некоторое время. Тебя и берем вот эту форму для двуручного меча и валим дальше. В одной из комнат находим ключик, дергаем за рычаг и читаем дневник одного из гномов. В нем написано, что они наконец-то нашли мифрильную жилу, а также странную пещеру, которая похожа на логово дикого зверя. Выходит, гномы копали слишком глубоко и откопали какое-то чудовище? Ха-ха, классик! Блуждаем, поддерживаясь за хер, как на нас снова нападает черная тварына. И тут мы с тобой решим все наши проблемы раз и навсегда, да? Ну давай! Сейчас я дерну за рычаг, который стал доступен, после того, как я дернул другой рычаг, и тебе пизда. Иди сюда, тупое животное. Давай, давай! Да, 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 великие силы, я сделал это. Я сделал это, я не могу в это поверить. В свое время я зафейлил прохождение, так как то ли потерял мясо гнома, то ли сохранился неудачно и проебал все слоты под быстрое сохранение, но теперь... Да нахер! За убийство твари я получил новый уровень, и теперь осталось дело за малым. Идем вглубь шахты, находим тут кусок мифрила. Засовываем его в телепортатор и ломаем на несколько кусков. Потом засовываем эти куски в печь и добавляем туда порошок колтка. Еей! Мы создали метеоритный слиток! Теперь с помощью вот этой машины и формы для двуручного меча мы создаем просто убер-мощный ножик, который будет очень нам полезен. Охуенный и красивый, а ты хуй соси, мудила. Поздравляю, мои дорогие друзья! Мы прошли с вами все ярусы аркса от самого верха и до самого низа. Теперь можно спокойно идти и заканчивать охоту за сокровищами. На ярусе королевства троллей и гоблинов мы копаем говно и находим ключик. Возвращаемся в лабораторию, где нашли самую первую подсказку и открываем с помощью ключа второй сундук. В нем мы находим достаточно сильное колечко, которое повышает наши основные атрибуты. Что ж, теперь мы обладаем достаточно силой, чтобы опиздюлить Илсидов. Конечно, это все равно будет иметь определенную сложность, ибо эти лысые ебаклаги обладают огромной силой, но... Я вырезаю столько Илсидов, сколько могу и добираюсь до темницы, где держит короля Ландшера. И стоит мне только туда войти, как вдруг... Это была ловушка, и ловушка для тебя, Амшигар. Я понял их план, и не дам им выполнить его, друг. Благодарю. Но где найти короля? И Сербиус не шутит. Если король еще жив, он, наверное, прячется с остатком своих людей в комнате стражи. Я начинаю понимать, почему Илсиды не перебили всех людей в королевство. Это безумие. Агба голоден, и Сербиус хранит их, как запас свежего мяса для своего господина. Если дать Агба шанс, он пожрет все. Култар, зачем ты стал работать на Илсидов и Сербиуса? Когда я выбрался из тюрьмы, это казалось неплохой идеей. И Сербиус, знаешь ли, умеет быть убедительным, и планы у него, что надо. Он хочет вернуть Арксу солнце и вывести народ из этих крысиных нор. Для тех, кто, как я, побывал на поверхности, этот план дорогого стоит. А теперь беги. Через канализацию. Я придумаю, что сказать остальным. После столь приятной беседы Култар уходит и оставляет нам комплект доспехов Илсидов. Самой мощной брони в игре. Правда, стоит нам только надеть данную броню, как и Сербиус сразу это замечает. Раш, я знаю, ты слышишь меня. Ведь ты носишь сейчас одеяние моей паствы. Предатель Култар спас тебя на сей раз. Тебе повезло, Страж. Но это ненадолго. Ничто в Арксе не может остановить пришествие моего господина. Поздно. Я и Агба почти едины. В итоге мы уходим через люк, слушаем, как и Сербиус ругает своих распиздяев. Олухи, вы упустили Стража. Оставьте это ничтожное королевство людям и возвращайтесь немедленно. И вуаля, королевство свободно. А сейчас разрешите вам показать, что Аркс Фаталис хоть и хорошая игра, но и она не без багов. После всего этого я решил сразу отправиться в замок королю и словил вот подобный баг. Это конечно лечится перезагрузкой игры, но благодаря данному багу мы можем увидеть, что Амшигар это не какая-нибудь типичная моделька рук героя. Это полноценная модель нашего персонажа, которая двигается, замахивается и тоже имеется необходимой анимации. Даже когда мы смотрим вниз и наверх, моделька нашего героя тоже смотрит в эти направления. Да что уж там, вы только посмотрите на эту реалистичную анимацию приседания. Вроде бы мелочь, но это говорит о многом. В конечном счете я прихожу к нашим баранам и мы узнаем следующее. Тысяча благодарностей, Амшигар. Ты спас королевство. Мы вечно будем признательны тебе. Я уничтожил метеорит из храма Акба. Я боюсь, что это уже не удержит Акба от пришествия на Аркс. Но это невозможно. Ведь метеорит был каналом его энергии. Короче, дела одновременно хороши и не очень. Да, мы уничтожили метеорит и ослабили анал Акба, но этот обжор уже столько сожрал людей, что полученной энергии хватит ему для материализации в мире Аркс. К тому же, и Сербиус предложил Акба стать местилищем для его воплощения. Да, дела немного сосут жопу, но есть еще один выход. А именно убить их во время воплощения. Правда, они будут неуязвимы и нам нужен будет особый зачарованный клинок. И теперь наша задача весьма проста. Добыть это оружие. Этим мы займемся в следующем видео, ну а пока что нам надо зайти домой к одному одноглазому дебичу. В доме убийцы мы находим записки, из которых мы можем понять, что начальник стражи Карла приказал Петучу следить за королевой, а потом и вовсе ее убить прямо после рождения Алии. И никто ни о чем не подозревает, ведь именно в ту ночь Алию спиздили мятежники, то есть рыцари священного кинжала. Со всеми этими записками идем к Карлу и слышим вот это. Карла, ты должен ответить за свое преступление? Моги! Где ты это нашел? Не имеет значения. Ты признаешь подлинность улики? Да. Признаю. Но все это я совершил только ради блага королевства. Я узнал, что королева принадлежит к тайному ордену, ордену святого кинжала. И ты счел, что убийство будет наилучшим решением? Ты не пытался сообщить королю о своем открытии? Порой правда жалит больнее лжи. Я решил, что король умрет от горя, если узнает, что собственная жена собиралась стать его убийцей. Вот письмо. Прочти его и поймешь, почему я так поступил. Карла дает нам свою записочку, из которой мы понимаем, что королева Флоренс отдала приказ своим подданным совершить что-то нехорошее, пока король спал. Идем со всем этим к королю Ланчу и раскрываем ему глаза на то, что происходит вокруг него. А именно, отдает сначала записки Одноглазого. Я понял, что сделал Карло. Он считал, что оказывает услугу королевству. Но я никогда не смогу забыть этот его поступок. И письмо, которое нам дал Карло. Вот письмо, которое нашел Карло. Из-за него он решился на злодеяние. Благодарю. Я прочту его позже. Не могу свыкнуться с мыслью об этих годах лжи. И на этом мы заканчиваем четвертую часть рассказа про такую замечательную игру, как Аркс Фаталис. До конца этой истории осталось совсем немного. Вот совсем-совсем. В следующем ролике мы узнаем ответы на многие вопросы и наконец-то увидим, чем же все это закончится. А пока что до скорых встреч, дорогие мои друзья. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok